В бездне, в черной яме. Нет ни света, ничего. Половину тебя просто взяли, оторвали и выбросили. Стараемся. У меня еще один сын остался. Он женился. Боятся внуки. Вроде есть ради кого жить. Ну, после славы какая-то пустота. Мы военные, с мужем и старшим сыном. У меня погиб младший сын, 14 лет, от ракеты, российской ракеты, которая забрала его жизнь. Нам поступает сигнал воздушной тревоги раньше, чем по городу. То есть мы первые узнаем о какой-то тревоге, а потом уже дает сигнал город. В тот день сигнал город еще не дал. Ракеты увидели на радарах очень поздно, когда они уже подлетали к точке. И точка оказалась общежитие военного городка. Они спрятались в подвале. С ними проживала пожилая семья. Тоже они там прятались. Слава побежал их предупредить о том, что ракета, что надо спускаться в подвал. И когда он выбегал с подъезда, в этот момент прилетела ракета, и его накрыло камнем. Когда он туда приехал, уже проживала пожилая команда. Был и скорая. Слава уже вытягла из-под ванка, обвальности здания, дуртожитка. Ты бачишь всего монстра. Рака тут знаешь, что она летит. Але заработать не завжди. Можливо, все для того, чтобы визначити. Я в подвале была. У меня как раз вот это все обвоилося. Я выбежала, что кричала. Дети, простите. Я не переползла. Я не переползла. И вот он для меня, говорит, жизнерадостно оставит. Волнительный, трогательный. Дома нам всегда порядок. Везде идеальный порядок. Даже вечером лень была, не устала, посуду не помыла. Утром стою, посуда вся перемыта, разложена на места. Мусор вынесен. Все убрано. Все идеально. Но ему очень нравилось, когда его хвалят. И он даже всегда обязательно концентрировал на этом внимание. Мама, ты заметила? Мусора нет. Очень был веселый, ответственный. Ответственный – это не то дело, потому что, когда приходила даже в обед. С работы у меня на столе уже стоял разогретый суп и чашка кофе. И если я опаздывала на обед, он как родитель. Звонил и мне все время ругал. Мама, не задерживайся. Мама, все остывает. Его любили все. Это любовь Славика. Поезда, самолеты. Очень много о них мы говорили. Слава, что тебе подарить на день рождения? Железная дорога. У нас их пять штук. И вот, когда он приезжал к нам, а возле нас железная дорога, они, да, электрички ходили Харьков-Чугунж. И они с дедушкой ездили на этих электричках. Это мы сделали все любимые его игрушки, которые ему нравились. Мы собрали сюда. Это его туалетная вода. Называется, хоть так помнит запах. Как он пах. Ну, это зубная щетка. Эту игрушку он выкленчил тогда просто в секонд-хенде. Он увидел эту игрушку и начал кричать, я ее хочу. Вот так вот схватил и ходил вот так по секонд-хенду, пока папа не купил. Это вот сердечко. Ну, я в таком сердечке сейчас тоже хожу с таким. Это он сердечки подарил всем женщинам в этом новом году. Ну, вот когда был 22-й год, он подарил всем сердечки. И он обижался, что я его не одевала. Теперь я его одела. Говорю, сыночка, теперь я с ним не расстаюсь. Я тоже считаю, что он погиб героем. Потому что, когда я позвонила и сказала спрятаться в подвале и не рисковать, не выжидать ничего, он вместо этого решил предупредить пожилых людей. Если бы он задержался бы в подвале, ну, не в подвале, в подъезде, он бы остался жив. Ну, вот оно получается. Вот, значит, у него такая была судьба, значит, он должен был спасти, предупредить других людей, отдав свою жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok